Первое. Все, что предупреждает Америка, те относятся очень и очень серьезно. И вас предупреждали два года назад, и ваше военно-политическое руководство, и ваше военно-политическое руководство официально вас всех успокаивало, но очень серьезно готовилось. Просто на тот момент как могли, так и готовились. Это не от того, что хотят преподнести, потому что нельзя было это публично признавать, иначе паника была бы намного больше. Паника и так была, но было бы намного больше. А то, что украинское военно-политическое руководство довольно серьезно относилось к этой информации, это однозначно, как дважды дважды четыре. Точно так же, как и все предупреждения, которые делают Соединенные Штаты Америки тем или иным странам, и включая Россию в том числе. Поэтому другое дело, как та или иная страна, а в частности сейчас мы говорим о России, воспринимает эту информацию, и как она ее старается использовать в предметной плоскости. В зависимости от той политической конъюнктуры, которая на данный момент существует, как во взаимоотношениях с Соединенными Штатами, так и все то, что происходит сегодня на планете. Учитывая, что сегодня Соединенные Штаты Америки и Россия уровень их взаимоотношений оставляет желать лучшего, можно сказать, почти на уровне Карибского кризиса. Вот в 60-е годы, то однозначно, далеко не случайно, американцы это сделали публично. Здесь самый ключевой момент, на который все обратили внимание, я имею в виду специалисты, именно, а не обыватели. Потому что обыватель смотрит совершенно не в корень и ищет совершенно то, что ему хотят показать. Здесь самый главный момент – это публично. Почему американцы это сделали публично? Сделав это публично, американцы, во-первых, моментально обеспечили Украину олимпи. То есть, никаким образом, даже зная о том, что Россия сможет попытаться как-то притянуть за уши сюда Украину, это не получится, потому что это публично уже было заранее объявлено американцами на уровне посольств и по линии спецслужб в том числе. И, естественно, Россия довольно серьезно это воспринимала, и Россия, российские спецслужбы проводили определенные превентивные меры. И довольно были наверняка большие задержания. Ну, об этом, в принципе, официальные лица Америки уже сказали. В принципе, некоторые, тот же Борников в своем выступлении это частично подтвердил. Но другое дело, теперь надо посмотреть, вот теперь вторая часть вашего вопроса, важная, на которую тоже нужно дать ответ. Что же собой представляют вот эти все организации, которые то Аль-Каида, то ИГИЛ, то ответвление от этого ИГИЛа, типа Вилай Ас-Хурасан. Напоминаю, тот же, та же Аль-Каида, она была создана в свое время против Советского Союза, тот же Бен Ладен. И это все было создано спецслужбами в Соединенных Штатах Америки. И просто после того, как тема Афганистана и противостояние Советского Союза США ушло в историю, на какое-то время эта Аль-Каида осталась бесхозной, и их прибрали к рукам. А ежели идти дальше, напомню, огромное количество других террористических организаций. Курская рабочая партия, РПК, она была, так сказать, создана на Лубянке. Так же, как Организация освобождения Палестины. Так же она была создана на Лубянке. И это было создано противовес РПК Турции, Организация освобождения Палестины и против Израиля. Почему именно против этих двух стран? Потому что эти две страны являлись стратегическими противниками Советского Союза на Ближнем Востоке, в этом регионе. Вот, Турция как член НАТО, поэтому это курская тема. А курская тема, вы знаете, это на границе трех этих стран, Ирак, Сирия и сама Турция, где проживает огромное количество этнических, так сказать, курдов, и которые благодаря Советскому Союзу именно хотели там создать вот эту тематику, и на этой курской тематике они ее разыграли. А что касается Организации освобождения Палестины, это было создано после того, как Израиль, который был создан с благословлением того же Сталина, а потом после того, как Бен-Гурион и все последователи Гольдемера и все остальные, короче, повернули Израиль в сторону Запада, ну тогда началось противостояние между Советским Союзом и Израилем. И, естественно, была объявлена война сионизму и всему остальному, и тогда вот была обсуждена Организация освобождения Палестины, и вот начались все эти проблемы на Ближнем Востоке, можно сказать, с первого дня зарождения израильского государства. И это продолжалось до 1991 года. В 1991 году Советский Союз развалился. Курды оскались бесхозными. Организации освобождения Палестины тоже определенное время, они оставались бесхозными. В принципе, на планете правил не было как таковых, как дальше. Ну, со временем, как вы видите, курдов прибрали к рукам, и уже их прибрали, опять же, американцы и западные спецслужбы. И сегодня они там выполняют задачу совершенно другую, совершенно другую, но, опять же, это создает определенные проблемы. Это же не только против того же Ирана или вот в районе Сирии, или же в Сирии, а не против того же Башара Асада, но это создает определенные проблемы национальной безопасности. Своего ключевого союзника в этом регионе Турции. Турция, которая, наоборот, США и Запад помогали в решении этого вопроса до 1991 года, теперь оказалась один на один с этой проблемой. Посмотрите на Ближний Восток, проблема также не решена. Аль-Каида, 11 сентября 2001 года. Как это происходило по сегодняшний день? Никто не знает всей правды. Никто не знает, и в США не знают всей правды. Я имею в виду широкую общественность. Спецслужбы, они об этом знают, конечно, как это происходило. Но надо смотреть всегда на финишную прямую. В результате этой атаки, в результате, я напоминаю, там еще Колин Пауэлл, вспомните, как размахивал пробиркой. И чем это закончилось? Атака на Афганистан и на Ирак. Опять же, эта пробирка не подтвердилась в том же Ираке. То есть я сейчас хочу, чтобы мы объективно просто давали бы информацию. Оставим пропаганду все стороне. Потому что сегодня в информационном поле огромное количество, так же, как и тогда, во всех этих процедурах. И СССР, США, и 11 сентября, и все, что хотите. Всегда пропаганда идет таким огромным валом, что эксперты не могут достучаться до широкой общественности. Но они-то знают, дальше что. Потому что сегодня это не комильфо, да, то есть приглашают экспертов в редком случае. А в основном выступают пропагандисты. С одной стороны и с другой стороны. И теперь уже возвращаюсь к тому, что случилось в Москве. В Москве это произошло на фоне полномасштабной агрессии России против Украины. Два года идет террористическая атака, так скажем, каждодневная и похлеще того, что произошло в Москве. Терроризм, он не имеет ни национальности, ни религиозной принадлежности. И любой нормальный человек должен это осуждать. Любой. Вот как я, например, осуждаю террористическую войну против Украины. Я это осуждаю. Точно так же я осуждаю и 7 октября против Израиля, атаку Хамаса. То есть терроризм, он в корне, он должен быть в зародыши уничтожен. Точно так же, как то, что случилось в том же Крокус-Сити-Холле. Мирные жители же погибли. Мы должны именно сначала сказать, терроризм это терроризм. А теперь кто дергает за ниточки? Здесь самый главный вопрос. И когда мы понимаем, что здесь настолько темная история, и что по сегодняшний день и пройдет огромное количество времени, мы не узнаем всей правды. Так же, как мы не знаем, например, всей правды по 99-й год России, вот эти все взрывы домов. Мы просто помним ту ситуацию, которая тогда была. И как это привело к тому, что спецслужбы окончательно пришли к власти. Потому что нужно было в общественном сознании создать элементы хаоса, элементы страха и необходимость сильной руки. И это как будто бы так и произошло. Но по сегодняшний день же всей правды про то, как это было, это же витает в общественном, так сказать, сознании, информационном поле. Но в уголовных каких-то процессах это где-нибудь подтверждено было? Нет. Точно так же, как и сегодня. Теперь, что касается того, что произошло в Кокос Сити Холли. Это произошло параллельно с бомбежками в Непрогесе. В Непрогесе – это такой же террористический акт. До этого Каховка – это такой же террористический акт. Бомбежки мирных городов – Киева, Одессы, Николаева, Харькова и всех остальных – это каждодневные бомбежки. То есть это каждодневный террористический акт. То есть если это продолжается, это продолжается. И посмотрите реакции на том же Западе. Как будто они привыкли к этому. Ну, каждый день террористическая атака, каждый день террористическая атака. Но здесь отношение совершенно другое. То есть вычленяют как-то эту тематику, и на эту тематику начинают очень много говорить. Я почему вам, вот вы правильно начали, что мне эта тема не интересна. Потому что эта тема сегодня является элементом пропаганды. А раз она элемент пропаганды, она не стоит солидной экспертизы. Потому что экспертизу здесь нечего проводить. Какая здесь может быть экспертиза? Это может быть одна конспирология. Потому что нет никакого фактологического материала. Россия будет заявлять одно, США будет заявлять другое, Киев вообще тут ни при чем. И его вынуждает тоже что-то говорить, да, в этом плане. То есть спрашивается, а что случилось? Таких террористических атак за эти два года вы видите каждый божий день. Вы здесь хотя бы точно знаете, откуда ноги растут, да? То есть эти бомбежки всех украинских территорий. А здесь вы не знаете, как это растет. Мы точно знаем. Давайте пойдем теперь по фактологическому материалу. Я не занимаюсь конспирологией, категорически этим заниматься не буду. Просто я скажу то, что вот бросается в глаза в первую очередь. То, что базируется на фактах. Первое. Американцы публично это сказали. Значит, тем самым они обеспечили алиби украинцам. Потому что иначе Украина тут ни при чем. Если Америка об этом сообщает России, где тут Украина, с какого боку? Россия получает эту информацию. Теперь Россия понимает о том, что эта информация есть у американцев. Все понимают, что американцы их слушают 24 часа в сутки. По полной программе. Так как американцы слушают сегодня весь мир. И тех особенно, кто их интересует, ни у кого нет на планете таких возможностей. Американцы слушают их 24 часа в сутки. И эту информацию американцы, естественно, донесли до них. Это реальная информация. Это не так с потолка взятая какая-то информация. Поэтому они какие-то примитивные меры проводили. Другое дело, получив такую информацию, спецслужбы собираются и принимают какое-то решение. Как можно это использовать? Для внутреннего ресурса и для внешнего ресурса. Что у нас сегодня главное? У нас сегодня война. У нас сегодня война. Мы, значит, можем это использовать. Тут возникает главный вопрос. Кто получил эту информацию в России? И вот между этими башнями Кремля на каком уровне сегодня идет это противостояние? Потому что здесь только два вопроса. Или же это сделали силы внутри России, которые поддерживают нынешнего президента, или те, которые против. То есть я имею в виду, или же идет слив нынешнего президента по варианту 99-го года, как он приходил к власти. То есть тогда нужна была сильная рука. Сейчас вроде бы ситуация так накалилась, что они понимают, что таким образом они могут показать общественности, что как будто не контролируется ситуация внутри России. И он может так же, как Ельцин, выйти и сказать, я все, что мог сделать. И его могут к этому внудить. Какие-то башни Кремля. Это просто один из вариантов, который напрашивался. Потому что такое же было в 99-м году. Второй вариант этому делает само окружение Путина, которые тем самым хотят еще больше. То есть используя ту информацию, которую дали американцы, они понимают, что притянуть сюда Украину им не получится. Потому что дальше России, это, так сказать, пропагандическое клише, вот эта пропаганда, она не выходит. Ни на Западе она не проходит, ни в США она не проходит. Она даже в глобальном юге она не проходит. Это видно, да? То есть в мониторе средств массовой информации все понимают, что Украина тут вообще рядом не стояла. И третий вариант – это западная спецслужба. Подчеркиваю, третий вариант – это западная спецслужба. Могут они это сделать? Конечно, они могут это сделать. Они делали такое с Советским Союзом? Делали. Они контролировали Аль-Каиду, контролировали. А такие структуры, как ИГИЛ, на них имеют влияние все спецслужбы. Те спецслужбы, которые работают в той или иной конъюнктуре с данными географиями. А теперь посмотрите, где это находится и кто сегодня с этими географиями работает. Кто работает с талибами? Кто работает с Ираном? И американцы в том числе. И Запад тоже в том числе. И Россия в том числе. Поэтому в зависимости от того, кто дергал за эти ниточки и кто дал это вперед. Кто может сегодня на эту тему ответить? Только конспирологи. Я не конспиролог. Я просто озвучил фактологический материал для того, чтобы мы анализировали. В моем понимании, это могут быть два варианта внутри России. Или те, кто за власть, и те, кто против власти. Борьба башен Кремля. И третий вариант. Это западные спецслужбы, которые таким образом хотели бы изнутри, как это было во время Советского Союза, усилить, так сказать, расшатать внутри политического суда. Это реально? Конечно, реально. А почему бы нет? Потому что, прослушивая 24 часа в сутки, видя, как они сегодня завязывали на Украинском фронте, границы с Россией не так контролируются, как в советское время. Если кто-то думает, что там железный замок. Категорически это не так. Особенно со стороны стран Средней и Центральной Азии. И это видно. Особенно с таким количеством огромных мигрантов. И плюс визовые все эти моменты. Не так это сложно сделать. А многоходовую комбинацию какую-то сделать нетрудно. Просто сегодня, когда преподносят вот каждый из сторон то, как им надо, американцы вообще открещиваются. Но самое главное, американцы в самом начале сделали эту информацию публично. Они сделают эту информацию публично, а сейчас открещиваются. Россия, наоборот, со своей стороны полностью говорит, это сделали они. Они контролируют. По-моему, врут и те, и другие. А где правда? Я не знаю. Я точно знаю, что Украина тут вообще рядом не стоит. Сейчас мы видим, что после этого инцидента в пятницу таджикам прям не сладко в России сильно. Их там преследуют где могут, ужесточают миграционную политику. Ну и, конечно, есть перспектива того, что может возникнуть некий конфликт. Потому что все равно вот тут христиане, тут мусульмане. И если одни начнут догонять других, то это уже не остановить. Реально ли предположить, что вот на фоне этой ситуации с ИГИЛом, они действительно, не они, точнее, а вот может разгореться некий пожар ксенофобии в России? Такой риск он всегда есть в таких странах, как Россия. Напомню, что после развала Советского Союза очень много как раз-таки проблем было в национальных образованиях. Учитывая то, что сегодня уровень централизации власти в России намного уступает уровню централизации власти во времена Советского Союза, есть вероятность того, что именно запылает и может запылать в национальных образованиях и, в первую очередь, на том же Северном Кавказе, я уже не говорю, эти регионы с преимущественно мусульманским населением. И я уже не говорю о том, что огромное количество мигрантов, которые находятся в первую очередь в крупных городах и в той же Москве и в Петербурге, в основном, в первую очередь, да, и поэтому эта проблема, заметьте, далеко не случайно пришла в Москву, никуда не будет, потому что война таким образом и пришла сейчас в Москву. И вот на этой теме, на этой теме, в конечном итоге, и москвичи тоже сегодня строят в один райад, так, как они построили всю остальную Россию, когда началась эта война два года тому назад. Москва и Петербург как будто стояли особняком. И далеко не случайно именно выбрано место этого теракта именно столица. Именно таким образом это должно было встряхнуть, встряхнуть и жителей этого мегаполиса для того, чтобы дать возможность два варианта. Ежели это делают сами спецслужбы России, завинтить гайки по полной программе, включая и мегаполис в том числе, а ежели это делают те, которые против Кремля, то значит взорвать ситуацию изнутри, учитывая то, что это вызовет огромное количество исламофобии, ксенофобии, и учитывая, что их в огромном количестве, несколько миллионов, в одной только Москве, и далеко не случайно прошли разговоры президента России со всеми президентами мусульманских республик бывшего Советского Союза, независимых ныне государств, для того, чтобы эти процессы как-то остановить, потому что в средствах массовой информации уже началась эта истерия. И, как говорю, противостояние между башнями и средствами массовой информации также они разные. Вы это видели за эти два года войны в достаточном количестве. Поэтому это возможно, вы спрашиваете? Да, это возможно. Конечно, это реально возможно. Другое дело, насколько я понимаю, Кремль, спецслужбы, они прекрасно понимают, чтобы разжечь ситуацию изнутри, которая может привести к развалу Советского Союза, нужно именно это сделать. Советский Союз разваливали именно таким образом. Поэтому далеко не случайно то, что сегодня, это то, что произошло там. Это, конечно, чисто, сугубо внутриполитическое событие в России, но это говорит о том, что ставки повышаются. Кто повышает эти ставки? Те, кто внутри России или те, кто вне России? Ну, однозначно, ставки в противостоянии России и всего остального мира, как говорится, всех против всех повышаются. К чему это может привести? Трудно сегодня предугадать. Мы давно фиксируем там, что нет такого, что все пишут какие-то большие посты, комментируют. Это крайне редко сейчас происходит, но, может быть, и не стоит это превращать в некую рутину. Тем не менее, возвращаясь в такую внутриамериканскую повестку дня, конечно же, нас, с одной стороны, немножко удивило заявление уже абсолютно официальное от Госдепа Мэтью Миллер на вопрос журналистов насчет украинских атак по российским НПЗ сказал, что мы не поощряем, давая понять, что не очень нравится, что мы наносим удары в тыл Российской Федерации. Почему для нас это важно? Потому что мы хотим по принципу Израиля, как они ведут войну, вынести войну, насколько это возможно, перенести на территорию Российской Федерации. Все это очень важно для того, чтобы шатать режим. И удары по НПЗ, это удар по логистике, и не только. И поэтому, конечно, в этом мы и наши спецслужбы видят определенные результаты. Вместо этого американцы снова нам дают по рукам и снова говорят, нет, ну подождите, ну как это, ну что ж вы себе такое позволяете, давайте мы вам завяжем глаза, свяжем руки, гири на ноги и продолжайте воевать. Что это означает? Как правильно реагировать на это? Потому что один сегодня военный эксперт сказал, ну это тот случай, украинский военный эксперт, когда нам нужно делать вид, что мы ничего не видим, ничего не знаем, ничего не понимаем, и просто продолжать делать свое, потому что иначе у нас просто не получится. Это обычная дипломатическая риторика пресс-секретаря, это, так сказать, обязательная программа. Его спросили, он сказал, он же не может сказать, что я поощряю. Он должен сказать, что я не поощряю, потому что если он скажет, что я поощряю, завтра Мария Захарова выйдет и скажет, что США занимаются тем-то, тем-то, тем-то. Он говорит, что я не поощряю. Все, к нему же пристать нельзя. А сколько раз уже они говорили, похоже, это что первый раз такого типа заявления делается на протяжении этих двух лет. И касательно того, когда вы первый раз стали бомбить территорию Крыма. И кто-нибудь сегодня об этом вспоминает? Вспомните, когда вы первый раз начали бомбить Белгородскую область или территорию непосредственно конституционную, которая принадлежит той же России. Я не имею в виду Донбасс и Крыма. И какая была в самом начале реакция? Что Америка хоть раз с тех пор, хоть раз один раз заявила, что они наоборот поощряют и говорят, делайте, делайте, делайте. Они же таких вещей никогда не говорят. Ну, от того, что они так говорят, они должны так говорить. Это дипломатическая риторика. Васька, слушай, доест. Вы сами определяете то, что является для вас объектом атаки с учетом той военно-политической ситуации, которая сложилась в нынешней войне и то, что вы считаете важным. Что касается Крыма и Донбасса, это вообще не обсуждается нигде. Я никогда не слышал такой тематики. Что касается всего остального, ну, это вопрос, который принимает исключительно военно-политическое руководство Украины. И я не думаю, что кто-то среди их союзников это говорит, что этого делайте или не делайте. Поменьше читайте Блумберг, политика и всех остальных. А если публичное, вот то, что сказал, я лично к этому спокойно отношусь. А что он сказал? Он сказал, что мы не поощряем. Он же не сказал, что мы запрещаем или можем запретить. Кто может такое сказать? Никто. Вот вы никогда не услышите такой фразы, что запрещаем. Дипломатическая риторика, она на то и риторика. Они же выражают. Или озабоченность. Когда что-то происходит, они что говорят? Мы выражаем озабоченность. Ну, что такое озабоченность? Озабоченность. А что в предметной плоскости? Вот от озабоченности надо смотреть, что там в предметной плоскости. От того, что мы поощряем или не поощряем, что там в предметной плоскости. Они не поощряют два года, но от этого не поощрения, не поощрения. посмотрите уже, какие виды намеклотонных этих самых оружий вы получили. То есть, а что, они не понимают, что это рано или поздно будет стрелять то там, то там. Так что примите это как обычную дипломатическую риторику, не более того. И вот у нас снова собирается такой ком, значит, Джонсон, который затягивает максимально, американцы, которым не нравятся какие-то альтернативные предложения от европейцев. Ну и надо тогда понять, а что происходит с настроениями. Ясно, что все внимание уходит на предвыборную кампанию. Но как будто бы наш вопрос они отпустили, и там, где могут, они немножко блокируют. Ну, а не это там, республиканцы по-своему, ну и, значит, демократы по-своему. Это, как нам, видится далеко-далеко на расстоянии с большой часовой разницей. Как, господин Юнус, выглядит ситуация на самом деле? Это не вам видно. Как вам американские средства массовой информации, которые работают на ту или иную партию, вам хотят это преподнести. А вы их читаете, верите им, и у вас создается такое впечатление. Ларчик-то открывается по-простому. Я уже вам говорил, с конца прошлого года говорил о том, что это шоу они должны доиграть до конца. До нашего конца. Господин Юнус, до нашего конца доиграть? До конца этого шоу. До конца этого шоу. Вот и все. То есть, и последний раз на серьезном уровне встречались за закрытыми дверями. То есть, нам публично просто картинку показали в кабинете у Байбена. И встречались как раз-таки лидеры республиканцев и лидеры демократов. И верхней, и нижней палаты. После этого было принято, нам официально объявили, что есть двупакетные решения. То есть, во-первых, продлили. Потом двупакетные решения. Это двупакетное решение сказали 8-го, 22-го. И после того, когда это будет решено, тот же Джонсон сказал, что на каникулы, после каникулы они возвращаются. И после этого будет рассмотрен вопрос к Украине. Вот это то, что публично нам это сказали. Это та информация, которая есть в публичной сфере от официальных лиц. Все остальное – это конспирология, спекуляции из неназванных источников. Поэтому их не слушайте. 8 апреля еще не пришло. Они вернутся. То, что говорит, насколько я понимаю, Джонсон, по естественной указке Трампа, должен затянуть эту всю процедуру, насколько это возможно. Он это сделал. Поэтому у Трампа к нему претензий никаких не может быть. Никаких. Именно далеко не случайно вот этот, так сказать, конгресс-вумен Марджет Грин, она подняла вопрос о, так сказать, его импичменте. Но она подняла его не так, как это было сделано касательно предыдущего спикера. То есть поэтому еще этот вопрос не находится на повестке дня. Он еще пока должен пройти процедурные моменты. Именно для того это было сделано, для того, чтобы дождаться, что будет после 8 числа. Плюс я уже не говорю о том, что уже демократы и лидер демократов Нижней Палаты сказал о том, что мы это не поддержим, если он будет выполнять договоренности. Потому что в этих переговорах принимал участие он тоже. В том числе они сидели в кабинете и они о чем-то договорились. Вот он говорит, если он будет выполнять договоренности, значит есть какие-то договоренности. И наверняка одним из этих договоренностей является то, что если будет сделана попытка твоей отставки, мы демократы это не поддержим. А без демократов они его отправить в отставку не смогут. Но это уже нехорошо для самих республиканцев, это нехорошо для самого Дональда Трампа. Потому что тогда будет видно, какую игру он играет. Потому что если он сейчас поменял эту риторику, если он сейчас начинает заигрывать с избирателями Ники Хейли, и если уже тот же Джонсон озвучил альтернативный закон, деньги в кредит или по ленд-лизу, то это же говорит о чем, значит они где-то о чем-то говорили. Более того, это вышло когда у них была закрытая встреча, когда он встретился сначала с Трампом, потом у них была закрытая встреча, потом он это озвучил, а потом, кстати, Лен Сегрем и прилетел к вам в Киев. То есть это все звенья одной цепи, то есть это показать, что у них какое-то решение есть. Я так думаю, они будут проталкивать именно это решение. Поэтому далеко не случайно сегодня в Нижней Палате 190 голосов уже собрано, 190 голосов это демократы. И 191, еще один республиканец подписался под это, а нужно 218. И пока 218 они не собрали. Почему? Ежели бы этого альтернативного варианта Джонсон не озвучил бы, 218 давно были бы собраны. Просто я так понимаю, республиканцы понимают о том, что если они сейчас поддерживают инициативу демократов касательно закона, который в Верхней Палате принят, то значит это получается вариант демократов проходит. И значит это пойдет в копилку, то есть тема Украины, Израиля, Тайвана и поддержка, то есть демократов с открытым лицом. То есть мы заставили республиканцев в конечном итоге проточить наш законопроект. Естественно, республиканцы и Дональд Трамп этого не хотят. И Дональд Трамп, и Джонсон, и республиканцы, они понимают, что здесь спекулировать до конца нельзя. Если ты будешь считать, что нет, 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 этот конечный точек сыграет против тебя. Посмотрите, как сегодня ближневосточная тематика работает уже против того же Байдена. И далеко не случайно, видите, Натаньяху отказался от визита сюда в США, когда вчера в Организации Объединенных Наций Соединенные Штаты впервые за эти два года воздержались. 14 голосов поддержали резолюцию по Ближнему Востоку. И эта резолюция вызвала негодование в Тель-Авиве. Посмотрите, что сказал об этом посол Израиля в ООН, и что сказал об этом Бенемин Таньяху. Он после этого как раз-таки отказался. То есть видно явное противостояние между США и Израилем в этом вопросе. И сегодня, кстати, министр обороны Израиля прилетел сюда, сейчас он встречается, Лой Досин. А именно на этой пресс-комбирице надо было посмотреть как-то, а это пресс-комбирице, я имею в виду, предвыборная речь. Байдена он проводил как раз-таки в Норст-Каролайне. Это как раз-таки один из неопределившихся штатов, где очень сильные пропалестинские настроения. И там как раз-таки митингующие попытались сорвать выступление того же Байдена. И Байден на нем признал, открытым текстом, что совершенно не такая ситуация. То есть видно, что он играет и с теми, и с другими. Потому что по большому счету им начихать не то, что происходит на Ближнем Востоке. Так же, как начихать там уже Трамп. Им важно получить эти голоса. И сколько голосов здесь в Соединенных Штатах, я имею в виду, израильских голосов и палестинских. Они будут бороться именно за них. А особенно в тех штатах, где их в достаточном количестве. Поэтому далеко не... Вот вы когда меня спрашиваете, то есть это выборная борьба. Ну, я точно знаю, что однозначно этот законопроект будет поставлен на голосование. И скорее всего, скорее всего, пройдет вариант Джонсона, вариант республиканцев. Потому что демократам других вариантов не остается. Потому что если вы хотите поддерживать Украину, Израиль, значит, вы должны принять то, что предлагает Нижняя Палата. А Нижняя Палата большинство у них. А под какой мотивацией они могут это отказать? Если тут вопрос только в куличевое противостояние будет в одном вопросе. Или бесплатно, или не бесплатно. Но это, так сказать, опять же, стрелять себя в ногу. Я думаю, республиканцам удастся протащить именно этот закон. И, скорее всего, он так и будет принят. А все остальное, все остальное, это уже спекуляция. Господин Инус, я уже вспоминала частично про Макрона в контексте его инициатив. Ну и в целом мы с вами тоже эту тему обсуждали. У вас была своя точка зрения. Вы объясняли, чем продиктована и мотивирована позиция Макрона. Но вот на этой неделе он полетел еще и в Бразилию для того, чтобы встретиться с Лула де Сильвом. Мы, кстати, очень давно не слышали самого господина Силву, который инициировал различные мирные переговоры, прекращение огня и тому подобное. Чем важен президент Бразилии? Ну, он, по сути, олицетворяет те страны или те регионы, которые либо колебаются, либо все-таки выступают на стороне Российской Федерации. И очень важно их перетянуть в наш клуб, в нашу команду, те, кто будет нас поддерживать. Вот, собственно, Макрон как будто бы за этим и поехал. Мне кажется, что такие лидеры, как президент Франции, ясно, что у них есть свой график посещения других государств, встреч с президентами. Но если он едет, тем более в свете всех тем, которые несутся вокруг, то делать он это точно не просто так. Ну, а вы всегда еще и нас учили, что все самое главное договариваться заблаговременно, а президенты просто приезжают и уже на всем готовом, горячем решать свои вопросы. Что можно получить от визита Макрона в Бразилию? И возможно ли, в принципе, такой глобальный юг, как его принято называть, каким-то образом раздробить и перетащить все-таки в команду Украины? Не самообманывайтесь. Президент Франции полетел туда на три дня. Посмотрите, с какой делегацией он полетел туда. Посмотрите на состав этой делегации. Сейчас вы это все увидите же, это будет же в публичной свете. Посмотрите на те документы, которые там будут подписаны. Я не знаю, да, какие будут документы. Но я уже предполагаю, это будет точно так же, как он летел в Китай. И не там тема Украины рядом не стояла. И здесь в Бразилии тема Украины рядом не будет стоять. Поэтому это тема Франции и Бразилии. Это двусторонние отношения между этими двумя странами, которых они друг с другом очень сильно заинтересованы. Так же, как и между Францией и Китаем. Что касается в публичной сфере, особенно если на пресс-конференции, например, кто-то задаст какие-то вопросы, можете не сомневаться, будет дипломатическая обычная риторика. Со стороны президента Франции наверняка будут скажены правильные, обязательные программы, так сказать, правильные слова на эту тематику. А президент Бразилии продолжит ту же мирную риторику, которую он и Китай, они регулярно озвучивали. То есть это будет вбросано именно ровно настолько. Но это совершенно не будет иметь никакого отношения реально, зачем президент Франции на три дня летит в Бразилию. Тем более Бразилия, если кто-то и может на Бразилию сильнее надавить, в первую очередь те же Соединенные Штаты Америки. У Франции таких возможностей, как у США, тоже нет. Поэтому она едет туда только для того, чтобы решать свои экономические в первую очередь вопросы с такой перспективной важной страной, в глобальном юге, как является та же Бразилия. Поэтому зачем самообманываться и говорить, вот он поедет туда, перетащит туда. Он поехал в Китай, он перетащил Китай на свою сторону, он поедет и туда, и это не сделает. Завтра он же полетит в Индию, он также ничего не сделает. Напоминаю, та же Индия и тот же Норендо Моди, и как его здесь в США принимали, и где сейчас позиция та же Индия, где стояла, там и стоит. Гитай, где стояла, там и стоит. И Бразилия там же, где стояла, там и будет стоять. Потому что это то, что происходит на российско-украинском фронте, это не война глобального юга. Они просто со стороны смотрят и наблюдают. Как бы сделать так, чтобы побольше получить выгоды тех стран, которые слабеют в этой войне, и как бы сделать так, чтобы не получить минусов. Опять же, в контактах с теми странами, которые в той или иной мере задействованы. Поэтому они будут держать дистанцию. И Бразилия, как одна из этих стран. Так что, а риторика президента Франции в последнее время, она вроде как спойлера. Понимаете, он видно. Вы всегда смотрите сухой остаток. Вот до тех пор, пока Франция не выйдет на второе место, я не требую, чтобы она вышла на первое место. На второе место после Германии. Германия все-таки экономически мощнее, да, Франция. Но Франция на второе место, она на втором месте по экономике, в том же Евросоюзе. А по ВВК, военно-промышленному комплексу, она на первом месте. А она находится по уровню поддержки Украины на пятнадцатом месте. Вот когда она выйдет на второе место, вот тогда к риторике Макрона, и такие, как я, и другие специалисты, будут относиться посерьезнее. Поэтому, а все, что он красиво говорит, ну дальше что? Красиво говорит, это еще не говорит о том, что реально притворять жизнь то, что... Послушайте Трампа и послушайте Байдена. Вроде бы тоже красиво говорят, да. Один лучше другого. Ну и что дальше? Поэтому не все золото, то, что блестит, а визит президента Франции и Бразилии, это не имеет никакого отношения к российско-украинской войне. И чего добивается Путин, на что делает ставку Россия? Это на то, что вот пойдет такая трещина, да, по этому союзу, как в Европе, так и союзу более широкому с Соединенными Штатами Америки. То, что у каждого есть какая-то своя раздражительность или раздраженность, то, что каждому что-то не нравится в действиях другого. Может ли это стать основой для более сильной конфронтации? То, чего мы больше всего боимся, чтобы единство Европейского Союза, НАТО, которое есть на сегодняшний день, чтобы оно рассыпалось? Вы знаете, наоборот, с точностью наоборот. Если за последние 20 лет до полномасштабной агрессии России против Украины, два года тому назад, можно было бы говорить о разброде и шатане, как во всех институтах коллективного Запада, и в первую очередь на географии под названием Европа, и далеко не случайно из этой географии Великобритания выскочила с Брекситом, но она осталась в НАТО, как вы видите. Вот, и США остались в НАТО. То есть, поэтому я подчеркиваю, то есть, НАТО – это военный блок все-таки, а экономический – это там, где считают деньги. И там, где больше вариантов для маневра. Та или иная страна, которая не хотела бы связывать себя с бюрократией того же Евросоюза, как поступила та же Великобритания. И сегодня мы видим, как Великобритания от этого выиграла. Именно выиграла, потому что она не стала заложницей и даже в вопросе поддержки Украины в том числе. То есть, она может делать это автономно, так, как она считает нужным. Она может это согласовывать с отдельными, с каждыми странами того же Евросоюза, или же отдельно с США, Канадой, или со странами той же Семерки. Поэтому нахождение в институте – это еще не говорит о том, что это хорошо. Или наличие института – это тоже не говорит о том, что это очень хорошо или плохо. Я не буду сейчас давать таких оценок. Я просто отвечаю на ваш вопрос. Разврот и шатание, которого добивалась та же Россия за последние 20 лет. И она добилась больших успехов в этом вопросе, во-первых, она коррумпировала достаточно сильно огромную часть политического эстеблишмента этих всех институтов и многих стран. И это вы видите сейчас воочию, потому что вы видите, какие деньги там крутились. И мы это увидели за эти 20 лет. То есть, ну вот эти два года, когда вот эти санкции принимают, заметьте, сегодня даже самая главная такая тема, ну которая вот так судьбоносная, ядерная энергетика. Вы знаете, что на первом месте, на первом месте более 50 реакторов, если память мне не изменяет, 56 ядерных реакторов находятся на территории только Франции. Только Франции. Две трети этого обогащенного урана они получают из России. США получают по сегодняшний день. То есть, везде, где эти реакторы есть, 44% всего необходимого сырья поставляется по сегодняшний день из России. Это миллиарды. Каждый божий год. И за эти два года в том числе на эту тему вообще даже не заикаются санкции применять. Я к тому это веду, чтобы вы сняли бы розовые очки и понимали бы, как работает эта западная машина. И, естественно, наряду с этими многими возможностями и плюс коррупционные это все дела, вы видите, как два года они довольно неплохо маневрируют при наличии политической изоляции, информационной изоляции, экономической изоляции, всего того, что предпринимает тот же Запад. Но лазей для них в достаточном количестве. Они даже по сегодняшний день зерно свое и Белоруссии, и России качают туда. И в результате у вас даже головная больно появляется у той же Украины. на тех же границах с той же Польшей. И это по сегодняшний день еще не решено. Буквально сегодня, за час, за два до передачи, я услышал, что наконец-таки Евросоюз продлил еще на год льготный, так сказать, тариф для украинских этих. Но опять же с некоторыми исключениями. По сегодняшний день они еще не могут поменять вот этого политического правильного решения политической воли. Но при всей вот этой критичности, то, что я вам перечислил, после 24 февраля 22 года из страха они так сегодня сконцентрированы, они так сегодня собрались, то есть им удалось собраться, и они это сделали из страха. Вначале они это не планировали, а когда увидели, что Украина выстояла, и сегодня они как никогда, если взять за последние 20-25 лет, а вообще после развала Советского Союза, потому что тогда не было еще такой тематики, как такового противостояния между коллективным Западом и той же Россией. Россия когда пошла на прямую конфронтацию? В 2008 году, это первый сигнал произошел, когда произошла августовская агрессия против Грузии. С того времени, по сегодняшний день, посмотрите, сколько лет прошло. И вот это все разброты, шатания, то, что там было, и сегодня оно совершенно несопоставимо и несравнимо. И Евросоюз как-то сконцентрировал, и НАТО как будто бы сконцентрировал. И даже НАТО получило еще два дополнительных государства. И даже Соединенные Штаты Америки вроде бы не хотят тоже вовлеклись во всю эту процедуру. И Трамп со своими нестандартными, так сказать, заявлениями тоже приложил к этому руку, то есть своими страшилками, о том, что я не буду помогать и так далее, и тому подобное. И Европа вроде пришла движение. Поэтому в нынешней ситуации я не вижу того, чтобы Евросоюз и НАТО, конкретно вот эти два института, экономические и военные, они потерпят, они будут еще более крепчать по мере того, как будет продолжаться эта война. Потому что сегодня на кону и их судьба в том числе, судьба этих двух институтов в том числе, проиграет Украина, не будет ни Евросоюза, не будет НАТО. Победит Украина, выстоит, значит, есть перспективы и у Евросоюза, есть перспективы и у НАТО. А так, кому оно, на кой черт нужно, если оно не может защищать те страны, которые находятся непосредственно в Европе, которые заявили о своей евроинтеграции, кто после этого пойдет? Особенно те, которые внутри находятся. А такие страны, как страны Балтии, Польша, Болгария, Румыния, которые все непосредственно находятся у границ, которые исторически знают, что такое Российская империя, Советский Союз. И не понаслышке. Неужели после этого антиевропейские настроения в этих странах не улучшатся? То есть, конечно, а вы что думаете, Брексит на пустом месте нашел благодать почву на Британских островах? Все-таки большинство населения не просто также за это выступило. Поэтому мы должны это все учитывать. Я думаю, то, что Европа пришла в движение с лета прошлого года и так на семимильными шагами усиливается по всем направлениям. Более того, она усиливается и институционально с точки зрения того же Министерства обороны, которое они собираются создавать. Я не говорю о том, что они собираются усиливать военно-промышленный комплекс и по многим другим направлениям того, что они хотят обеспечить зонтиком сам Евросоюз, чтобы он не был зависим от политической конъюнктуры или от выборов в Соединенных Штатах Америки или от чего-то еще на планете. Потому что ежели это сегодня третья экономика на планете, первая это США, вторая это Китай, третья это Евросоюз, и если США имеет свой зонтик, Китай имеет свой зонтик, а почему у Евросоюза нету своего зонтика, почему этот зонтик должна обеспечивать Америка, поэтому у них должен быть свой зонтик, может быть пришло время для того, чтобы они до этого допетрили, когда человек или кто-то еще начинает понимать это, когда петух жареный кулиник в одно место, вроде их конечно он кулиник, я думаю эти институты будут укрепляться, их ослабить уже в нынешней ситуации не России, не тем, кто хотел бы этого, им не удастся, и Китаю в том числе, потому что тот же Китай заинтересован, заинтересован в том, чтобы эта география укрепилась бы, потому что Китай также заинтересован тоже Россией, он зарабатывает на России, вот например, за эту войну у них тоже увеличилось, даже за 200 миллиардов уже товарооборот между Китаем и Россией, перешагнул, да, если эта география не сохранится, как будет работать товарооборот, если эта география под названием Евросоюз не сохранится, и у нее не будет зонтика надежного, который будет решать вопросы безопасности, а безопасность это в первую очередь и экономическая безопасность, и логистическая безопасность, поэтому это все, что будет касаться и на Ближнем Востоке, и Баба-Эль-Мандепский пролив, и Армузский пролив, и все то, что будет в той или иной мере затрагивать интересы того же Китая, интересы глобального юга, и всех тех, которые торгуют с этими географиями, туда-сюда, я имею в виду, тот же Евросоюз, тем же Китаем, они будут заинтересованы в том, чтобы безопасность была бы обеспечена, поэтому однозначно эти институты, они будут просто усиливаться, просто была попытка расшатать это, у Кремля наверняка была уверенность, уверенность в том, что Америка не вмешается, а вот разброт и шатание в этих институтах, он может привести к тому, что у них вот это 24 февраля 22 года было бы прогулкой обычным близкриком, они на это и рассчитывали, если бы они на это не рассчитывали бы, они никогда не пошли бы на эту авантюру, зная о том, что это выльется, вот что, третья годовщина пошла уже этой войны, вы думаете, Россия пошла бы на это? Я не думаю, потому что это надо быть самоубийцей, просто другое дело, они уже попали, и теперь надо искать варианта выхода, во-первых, варианта выстоять, и варианта выхода, потому что всегда должны быть варианты A, B, C, потому что в зависимости от того, главный, как говорил герой Вюллера в фильме «Семнадцать обновления сны», важно не только как ты входишь, важно еще как ты выходишь из комнаты, и какова будет последняя фраза, и здесь очень важно как раз таки понимать, что в этой ситуации, в этой ситуации Россия, Россия, своей авантюрой, она усилила то, что она 20 лет разрушала, у нее получилось это невольно, не от того, что она это то, если она точно знала бы, что в результате этого Евросоюз и НАТО будут усиливаться, она, естественно, здесь раз подумала, стоит ли нападать на Украине. Украина. Спасибо. 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 Спасибо.